День добрый, уважаемые зрители и подписчики, с вами Евгений, канал BeFacePlay и это Хроники Иф Онлайн. Кролик и Роковой Гуристас. Джерал Лайтанин и Карака Косаками, ныне более известные по прозвищам придуманные им самим Роковой Потал и Кролик Зереббит, начинали свой путь как многообещающие пилоты 37 эскадрильи Спрут, колдарских военно-космических сил. Лайтанин был проницательным и одаренным пилотом, с бойким языком и обаятельной улыбкой. Многие прочили ему высокое положение в будущем, но, кроме того, он был тщеславен и нетерпелив. Эти черты привели впоследствии к дезертирству. Косаками был намного более замкнутым, чем его друг Лайтанин, зато его острый ум творил чудеса с техникой и электроникой. Однажды, в течение одной недели, Лайтанину было отказано в повышении, а Косаками вынесен выговор за разрушительную аварийную посадку. Тогда друзья решили дезертировать. Они угнали пару фрегатов класса Кондор, таких же, какими пользуются и сейчас, и направились в наводненный пиратами сектор между Колдарским и Галенским космосом. Все это случилось десяток лет назад. У них не заняло много времени зарекомендовать себя в криминальном сообществе, и спустя несколько месяцев после прибытия они основали собственную организацию, названную Гуристас, что является сплавом двух колдарских слов, означающих «плохие люди» и «банда». Гуристасы знамениты своими рейдами на обжитые территории, в отличие от других пиратских кланов, среди которых мало кто хочет или может заниматься этим. Чаще всего цели таких рейдов – обычный грабеж, захват грузов и пассажиров ради выкупа с торговых кораблей. В некоторых случаях прослеживаются тенденции к саботажу народодобывающих платформах и оборонительных форпостах. Такие случаи привели к домыслам, что некоторые беспринципные компании и даже административные органы нанимают Гуристас для нанесения вреда конкурентам. Безусловно, самой знаменитой авантюрой Гуристас стало похищение Галенского посла в государстве Калдаре и громадный выкуп, который они получили от его семьи. Само похищение было блестяще выполнено и ясно показало, что Роковой и Кролик далеко не безмозглые отморозки, каковым большинство людей считает пиратов. У посла, сына алмазного магната Дароунин Ри Лиау, был лишь один знаменитый порог – азартные игры. Его страсть к игре была возможной главной причиной его стремления занять должность Галенского посла в государстве Калдаре. Посол Ри Лиау был частым гостем в казино Гранд Тикджион на станции в системе Ви Лаин. Здесь и нанесли удар Кролика Роковой. Замаскировавшись, они пристыковались к станции. Кролик Косаками остался с кораблем, а Роковой Лайтанин отправился в казино. Роковой присоединился к послу Риле в популярной электронной игре Петтакори. В процессе игры Роковой сознательно и неторопливо проигрывал послу и, наконец, когда у него закончились деньги, поставил на кон свой корабль. Посол принял ставку и снова выиграл. Тогда Расстроенный Роковой предложил показать ему новообретенный корабль, и Риле, сопровождаемый несколькими телохранителями, согласился. Пока шла игра, Кролик тоже был занят, но оснастил стыковочный шлюз, ведущий к кораблю баллонами с усыпляющим газом. К необходимости говорить, что, войдя в шлюз, посол со своими телохранителями уснули на месте. Риле перенесли на корабль, и друзья невинно покинули станцию. Тревога поднялась только часом позже, когда другой корабль пристыковался в том же доке, и обнаружили полный шлюз похрапывающих охранников. Оно к тому времени похитителей и след простыл. Силы Федерации Галенты не смогли изловить преступников, и в конце концов семья Риле заплатила огромный выкуп Гуриста с неограненными алмазами. Вся эта драма получила подробное освещение в СМИ, и Роковой с Кроликом мы наслаждались вниманием. Впрочем, со временем это стало помехой. Быть знаменитейшими преступниками в мире EVE Online имеют свои недостатки, и путешествия становятся не такими легкими, как раньше. Из-за этого в последние несколько месяцев Гуриста слегли на дно, и о них мало что слышно.